И сегодня в Киеве к стенам телеканала Ньюзван пришла группа неизвестных, заблокировала здание. Как все было и чего хотели эти недовольные? Подробнее в материале. Баррикады и колючая проволока. Сегодня вокруг здания телеканала Ньюзван собрались неизвестные люди в камуфляже, которые называют себя представителями различных радикальных организаций. Они начали блокаду телекомпании. У подходов к зданию мешки с песком и колючая проволока. Сотрудники Ньюзвана сообщают в эфире, что у здания видны вспышки и дым. Блокирующие говорят, что выходы с телеканала оставили. Полицейские прибыли на место, но вмешиваться пока не намерены. Напомню, информационная редакция подробностей осенью прошлого года также подверглась нападению со стороны радикалов. И не просто блокаде. Сразу несколько групп проникли в здание и подожгли его изнутри в трех разных местах. Вестибюль на первом этаже, а также студию и международную редакцию на втором. Со второго этажа огонь перебросился на третий. Десятки сотрудников оказались отрезаны от выхода и были вынуждены спасаться на балконе и крыше. Многие надышались угарным газом и были близки к потере сознания. Одна из наших ведущих журналисток, Елена Зорина, получила травму позвоночника. И реабилитация заняла несколько месяцев. В здании пришлось делать капитальный ремонт. Следствия продолжаются уже больше года. Сразу после случившегося, наша редакция передала следователям видео с камер наблюдения, на которых видны лица нападавших. А в октябре прошлого года Шевченковский райсуд столицы обязал СБУ расследовать поджог службы новостей по статье «Теракт». Но следствие за это время не продвинулось ни на йоту. До сих пор не названы подозреваемые, не говоря уже о задержанных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok